Это я кому, кто как желает. Я бы тоже ходил с бородой, только у меня не росте, но, ну, швидше за все, кому как подходить. Комусь красивее с бородой, комусь без. Я не считаю дело каждого, на самом деле. Если в мужчине идет быть бородой ухоженной, красивой, да, там, то есть это тоже, как бы, своя гигиена, то я считаю, что и борода это тоже красиво. Если нет, то и нет. Ну, тоже, чтобы не ходил, как бы, с какой-то трехдневной щетиной, да, если хорошо побритый, то хорошо побритый, если нет, то с красивой бородой. Я не знаю, я горю сейчас. Ну, это на любителя. Мне не подобаются люди с бородой, так что хотелось бы, чтобы был без. Я полностью не голюсь никогда. Я бриюся бритвой, у меня завжди залишается легкая щетина, назовем это так. Хотя, опять же, это не мне решать, это больше на смак женщинам. Человек має бути так, как ему комфортно. Если ему комфортно с бородой, то нехай будет с бородой. Это зависит уже от женщины. Как у нас скажут, так он не має бути. Моя терпеть не может, не бритость. Ну, это уже на любителя, можно так сказать. Но вам близко что из этого? Ну, пока мы без бороди. Как ему нравится, я вот вхожу не по голу. Так нравится мою женщина. Ну, не важно, что не с бородой, чем без. Главное, что у него были поступки правильные. Чтобы у него принцип семьи был самый главный. Чтобы забезпечить себе, дружину, дитину. А еще с бородой, чем без, это уже так. Это больше женщин подобается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!